Игорь, скажите, российские медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали на Moscow Times два источника в правительственных СМИ. Как вообще запретили СМИ говорить о мобилизации? Но она же все равно будет проходить. То есть это вот как нельзя называть войну войной спецоперацией, это будет не мобилизация, а какая-то другая операция по выявлению способных воевать? Поиск талантов. Поиск талантов, да. Как это вообще можно все воплотить в жизнь или не воплощать в этот бред? Я понимаю, что происходит и почему-то такое указание было дано. Дело в том, что именно волна, первая волна мобилизации, она впервые за все долгое время ударила по, во-первых, настроениям в стране, вызвала, в общем-то, панику, и это видно было даже по всем официальным соцопросам. Уровень беспокойства в два раза скакнул просто за несколько дней. С одной стороны, с другой стороны, и начал подрывать популярность этой войны, увеличило количество людей, которые захотели бы мира. И вторая волна мобилизации, когда о ней спрашивают люди, большинство людей говорят, что они против. И сейчас людей дадут успокоить. Успокоить, чтобы они успокоились, расслабились и решили, что вроде им ничего страшного не грозит. Вот тот же Путин, когда он недавно выступал после госсовета, это же была речь не главнокомандующего, а главно успокаивающего. Он пытался успокоить население, что все хорошо, прекрасная маркиза, что все идет не так плохо у нас по плану, и мобилизации не будет следующей такой массовой, и экономика у нас выстояла, и бла-бла-бла, и курочка по зернышку плюет, и все нормально, успокойтесь, только не переживайте. И вот эту информацию о предстоящей мобилизации ее скрывает для того, чтобы население успокоить, прежде всего. Но реальность, она ворвется неизбежно в тот карточный домик, который строит пропаганда. Она ворвется, и население будет еще больше шокировано, получив такой неожиданный нокдаун. Они уже думали, что все, мобилизации кончились, а неизбежно в течение ближайших месяцев, не могу назвать, конечно, точно дату, не знаю, но это практически неизбежно, если война не закончится в течение ближайших месяцев, им потребуется еще пущенное мясо. Она опять продолжится, эта мобилизация, и население опять получит, что называется, в лоб этой информации, страх опять возрастет, паника и так далее, и все это огребет российская власть. Единственное, что у нас сейчас добивается, это отсрочить этот момент.